здравствуйте мои уважаемые подписчики сегодня я хочу продолжить беседу на тему о том как выковать из собственных рук оружие настоящее реальное крепкое оружие и сегодня я хочу поговорить о пальцах о том какую роль играют в этом ваши пальцы пальцы вообще не только ваши а мои если я про свое говорю там оружие вот конечно роли того мини-курса статьи которого вы сейчас получаете они не о том как закалить именно пальцы и как сделать а пальцы крепкими как гвозди чтобы сделать из своих рук вилы и пальцами бить очень сильно и полнуки ты нуки ты там до кончиками пальцев удар наносить нет не об этом об этом я буду говорить совершенно в отдельном курсе статей о том как закалять пальцы методично и конкретно чтобы из пальцев оружие а в этом мини курсе я говорю прежде всего о кулаке так вот формирование кулака как оружие пальцы играют немаловажную роль с этого в общем то все и начинается нельзя представить себе жесткий кулак с не сжатыми пальцами не сжали пальцы нет кулака то есть да вот собственно говоря рука сжимаю я ее получается кулак не сжимаю не дожимаю нету кулака значит соответственно вывод номер один самый важный формирование а по крайней мере вот от автологии немножко да формирование формы и архитектуры и конструкции кулака огромную роль играют а пальцы именно сжатые пальцы и формируют изначально конструкцию кулака у человека четыре пальца эти они сжимаются разжимаются и противостоящий им большой палец какую задачу и какую роль играют собственно говоря все эти пальцы ну на самом деле смотря то чем мы собираемся бить да если мы бьем сейкин двумя костяшками или уроки то это происходит со стороны двух вот этих пальцев то есть указательного и среднего пальца вот то есть нагрузка идет так или иначе связанная на конструкции и нас это тканые элементы суставы и кости этих пальцев а также пястных и запястных косточек которые находятся в их продолжение скажем так линейным таком да по а по ходу движения лучевой кости вот по оси движения по оси лучевой кости вот когда мы наносим удар сейкин то часто возникает такая ситуация что можно не попасть точно этими двумя костяшками попасть структурами которые находятся несколько ниже то есть непосредственно первыми фалангами вот этими вот вот этими косточками по мишени соответственно если эта конструкция слабая то удара вообще никакого не получится больше того скажу что косточки могут просто поломаться бьете противнику в челюсть ломайте ему челюсти ломайте себе пальцы распространенная вещь дальше если кулак не плотно сжат и сформировать а плотно пальцы его не могут то посмотреть что происходит дайте-ка я одиночка поближе покажу таким вот образом смотрите что происходит упругость определенная если не плотно жать кулак и подвигать то возникает упругость то есть как бы здесь сейкин сам жестко стоит а то что находится под сейкин она подпружинивает да собственно говоря если удар возникает очень сильный то есть происходит очень сильно то вот эти структуры вот эти структуры они заминаются как бы вовнутрь кулака и палец испытывает большую нагрузку на сустав вот этот вот на эти суставы то есть на пясно-фаланговый и здесь что происходит выбитые пальцы так называемые да то есть когда палец выбивается из сустава на самом деле это либо вывих либо подвых в пясно-фаланговом сочленении распространенная травма очень распространенная вот опять же можно промахнуться таким образом что попасть косточками мизинца и безымянного пальца соответственно если эти структуры могут быть тоже повреждены но еще раз говорю все таки в сейкин и в уроке большую нагрузку испытывают структуры указательного и среднего пальца со стороны скажем так этих пальцев это мы сейчас коротко пробежимся просто да если же мы рассматриваем тэцуй удар железного молота такой удар то здесь наоборот большая нагрузка приходится на структуры находящиеся со стороны мизинца ну конечно безымянный палец он тут опосредованно подключается у него дроль даже больше сказать буферная и пясной кости со стороны безымянного пальца вот но тем не менее то есть работает уже больше кулак со стороны мизинца это мы рассмотрели такой момент да вот так вот чтобы сформировать правильно и жестко кулак не только эти четыре пальца работают есть еще противопоставляющий палец большой роль его нельзя уменьшать что называется и преувеличивать не надо но она не мало роль в чем его собственно заключается в том что он оказывает замыкающие конкретные стабилизационные действия формирование кулака если мы хотим наносить удар сайкен или урокен то есть вот этими двумя костяшками этими двумя костяшками как это происходит вот мы сжали кулак да и большим пальцем мы фиксируем большим пальцем фиксируем указательный и средний палец очень сильно и плотно прижимаем как раз в том числе для того чтобы снизить все подпружинивающие демпферные моменты которые у этих пальцев без большого ну присутствует в достаточно выраженной степени мы замыкаем и закрепляем больше того неправильно сжатый большой палец он на самом деле является тем агентом сам который принесет вам самим в первую очередь какую-то серьезную травму он зацепится либо за складку одежды либо за рукав либо за что-то еще и мы его просто напросто вывихнуть вывихнуть это кстати очень часто бывает тогда когда бьют расслабленным кулаком и пытаются поймать его в самый последний момент если это происходит несколько раньше контакт с локтем например в том числе палец выбивается очень очень распространенная такая травма у тех кто формирует кулак в самый последний момент в момент что называется ну контакт уже непосредственно да вот поэтому большой палец играет значительную роль то насколько сильно он может замыкать сайкен то есть указательный и средний палец как он сжимать может сильный вы можете судить о том потому вернее насколько у вас развит развитые мышцы тенора мышца тенора это вот эта мышца вот эта мышца если привести палец к середине то вы посмотрите насколько это мышца может быть развит у некоторых людей она очень сильно развита у меня ну я похвастаю скажем так она просто каменная вот у некоторых она развита не очень в любом случае ее надо будет обязательно развивать кстати мышцы большого пальца вот они как раз в большей степени да не больше а почти исключительно они располагаются на кисти а вот мышцы двигающие сгибающие и разгибающие 4 оставшиеся пальцы они в основном находятся на предплечье вот но это так отступление маленькое об этом я буду дополнительно и отдельно рассказывать вот так вот собственно говоря о чем идет речь для того чтобы плотно и жестко сформировать оружие ваше будущее а именно что а именно мощный и крепкий кулак вам нужно уметь мощно и плотно сжимать ваши пальцы причем сжимать их не в каком не не в каких-то отдельных суставах например там пясно-фаланговых или каких-то межфаланговых но вот значит между первой фалангой и второй а во всех вы сжимая кулак вы как серпантин должны пальцы к середине закатывать то есть вы сжимаете сначала и дистальные в дистальных суставах да ваши пальцы дистальных потом средних в ближних то есть в пясно-фаланговом сочленении сжимаете кулак так чтобы в кулаке вообще не было воздуха замыкаете его очень плотно и крепко и теперь делаете конечный замок то есть формируете большим кого пальцем этот замок замкнули если у вас очень хорошо сжат кулак и развиты все мышцы что у неподготовленных людей этого точно нет то вы почувствуете что ваш кулак стал монолитным люди которые занимаются укреплением всех структур кулака они свой кулак именно так и ощущают когда они его сжимают они чувствуют что это уже не разрозненная на веке какая-то пусть и совокупность но разрозненных элементов да а это единый монолит абсолютно единый монолит вот но это мы про значит что проговорили про сгибатели кулака сгибатели пальцев но пальцы на самом деле еще и разгибаются да больше того скажу они еще и раздвигаются и сдвигаются то есть вот такое действие делают так вот если вы можете только плотно сжимать пальцы это очень хорошо уже да и добиться это можно кистевым эспандером там есть ряд упражнений как этим как эти мышцы развить на мышцы в основном эти находятся на ладонной поверхности предплечья ну кроме большого пальца где вот именно тенор оказывает это же самое действие да то есть двигает большой палец вот но этого мало я всегда говорил и буду говорить что для жесткой стабилизации какой-то конструкции необходимо особенно в миг жесткого контакта в миг вашего киме напряжение всех мышц как агонистов в данном случае тех которые пальцы сгибают так и антагонистов разгибателей пальцев стабилизация должна быть то есть все мышцы напряженные в единый момент они превращают именно конструкцию в единый монолит они делают ее жесткой и устойчивой я привожу всегда примеры еще не еще не раз его в общем то приведу в курсе своем о том что в разные стороны тянущие мышцы вроде как они должны мешать друг другу на самом деле нет смотря какие они задачи выполняют в плане движения они друг другу мешают а в плане создания стабильной конструкции наоборот они создают синергию это как растягивающие мачту растяжки да стоит высокая мачта там ну предположим сотовой связи ее растягивают в разные стороны такие ну тросы можно сказать тросы да они в разные стороны тянут вроде они друг другу мешают но они именно вот это разнонаправленные действия создают стабильность до конструкции другой момент расслабленная мышца она мягкая напряженная мышца она утолщается становится более она становится более толстой и короткой то есть если она в каком-то канале находится в каком-то влагалище фасциальном то есть это структуры такие в которых проходят мышцы вот где-то там около костей проходит и между другими мышцами да как ну там предположим какая-то головка мышцы вот напрягаясь она воздействует на соседние структуры она на них давит и когда вся мышца напряжена целиком и все напряженные волокна и головки и все остальное прочее то они создают жесткую конструкцию всей там части конечности например да вот тоже самое происходит при сжатие кулака если просто пальцы сжать сгибатели работают разгибатели не работают да там они расслаблены условно говоря да но так еще напрячь конечно постараться надо на самом деле об этом я буду говорить тоже вот но чуть попозже вот и получается что мышцы со стороны ладонной поверхности напряглись стали толстые внутри ладони мышцы стали толстые которые пальцы согнули а разгибающие значит они расслабленные получается и как собственно тряпочки воздушный шарик сдуты они дрегаются да и получается диспропорция то есть в кулаке есть некие получается пустоты которые создают лишние демпферы которые неминуемо приведут какой-то серьезной травмы вот с этой точки зрения тоже важно чтобы мышцы были напряжены все почему напряженные все напряженные мышцы они все станут толще они все будут равномерно воздействовать в разные стороны что называется но я конечно излагаю очень просто да чтобы это было совершенно доступно и они как некое заполняющие вещество как некий компаунд или клей они заполнят абсолютно все пустоты и поэтому кулак он будет не только сжиматься даже мы больше сжимаем тем его сильнее раз ну распертые мышцы что ли увеличившиеся мышцы будут изнутри поддавливать то есть мы его сжимаем и сколь здесь и чем сильнее мы его сжимаем тем сильнее изнутри структуры его условно говоря разжимают и создает дополнительные давления и кулак получается очень жестким ну понятно да я думаю что пример я в общем то ну не пример а сравнение достаточно правильное дал тем более что это действительно происходит именно таким образом опять же значит немножко продвинемся дальше сгибая пальцы мы напрягаем мышцы которые находятся на ладонной поверхности предплечья вот эти мышцы на ладонной поверхности предплечья они по функциям человека и изначально даже по рождению и по дальнейшему развитию они сильнее чем мышцы разгибающие то есть сжать вы можете очень сильно что-то да а разогнуть вот палец какое-то сопротивление маленькая дали и палец уже не разгибается резиночку маленькую тоненькую и все и уже очень трудно разгибать а сжать вы можете гораздо сильнее то есть эспандер какой-то там динамометр очень сильно можете сжать вот это важно так вот напрягая мышцы предплечья с ладонной поверхности мы создаем дополнительный тонус сам который ведет всю кисть на сгибание что это о чем это говорит что если эти силы не будут уравновешены разгибателями сам с обратной стороны то обязательно происходит залам вне кулака в ударе почему если так сильно тянет все мы еще сильнее жали кулак еще дополнительные мышцы напрягли которые на ладонной поверхности предплечья находится если они не уравновешены разгибателями пальцев разгибателями которые находятся на тыльной поверхности предплечья то кулак имеет огромные вероятности что называется заломиться в ударе особенно если точка киме то есть точка контакта приходится не там где вы ждали ее а стали бить а она сместилась ближе вот здесь и происходит как правило зала мне кулака поэтому очень важно для правильного формирования кулака заниматься не только ну тренировкой сгибателей пальцев но и разгибателей тоже в не в не меньшей совершенно степени а кому-то может даже и в гораздо больше теперь посмотрим вот на движение до жима сведение и разведение пальцев вот это вот очень важный момент на самом деле мышцы которые ответственны за это движение они находятся вообще не на пальцах но по сути пальцы в этом участии и никакого не принимают но вот упражнение которые закрепляют эти мышцы они конечно идут с участием самих конечно пальцем да то есть они направлены на то что мы мешаем этим действием какими-то либо резинками своими руками или чем-то еще ты целый комплекс достаточно большой этих с действий скажем так вот но судя их такая чтобы мышцы эти тренировались и надо оказывать какой-то сопротивление противодействия и и противодействие это будет идти конкретно конечно на пальцах на пальцах вот сами же эти мышцы находятся на ладони на ладони то есть они находятся между пясными костями это продолжение фаланг то есть вот идут вот идет пяснофаланговые суставы вот эти вот и сейкены тоже пяснофаланговые суставы указательные среднего пальца а дальше идут кости пясные вот и вот мышцы то они находятся между этими пясными костями называется червеобразные мышцы musculus vermiformis они ответственны вот за это действие вот за это движение так вот если эти мышцы развиты хорошо то именно они они как сводящие так и разводящие отлично стабилизируют кулак когда вы его сжимаете они заполняют именно все пустоты между пясными костями идите кости между собой вообще перестают абсолютно двигаться они замыкаются мышцами получается как будто они залиты эпоксидной смолой но эпоксидной смолой какой не знаю там битумом залиты то есть если мышцы вы напрягли то косточки уже здесь не двигаются и соответственно какой бы частью кулака удар не нанесли они уже не демпфируются и не стукаются между собой и и не повреждаются или повреждаются в гораздо гораздо меньшей степени если какие-то чрезвычайно сильные воздействия или не под теми скажем углами там какими-то приходится на кулак поэтому и эти мышцы тоже надо развивать я рассмотрел необходимость их задействование и развитие в этом уроке то есть рассказывая про пальцы но я к этому и вернусь когда буду рассказывать в следующем своей в следующей своей имени лекции о том как укреплять мышцы из мышцы и структуры запястья и пястья там все суставы кости среди тканые элементы связки и мышцы вот об этом я поговорю на следующем занятии а резюме этого очень в общем-то просто и состоит из нескольких основных элементов до постулатов для крепкого сжатия кулака необходимо иметь очень крепкие и сильные пальцы потому что именно формирование из-за правильного формирования пальцев зависит правильное формирование вашего кулака развивать необходимо все мышцы приводящие пальцы в движение это и сгибатели разгибатели и мышцы приводящие и отводящие пальцы то есть сжимающие подобным образом их и разжимающие то есть нельзя нельзя концентрироваться только на тех мышцах до которые пальцы сжимают и сводят антагонисты всегда надо сам тренировать вместе с агонистами это золотое правило про которые я вам всегда буду говорить и буду повторяться много раз почему это важно еще раз скажу потому что стабилизировать жестко конструкцию можно только сфокусированный и в данном случае синергичный хоть они в разные стороны тянут работы а агонистов и антагонистов для действия нужна работа каких-либо одних мышц для стабилизации и тех и других вот это очень важно ну про пальцы все на следующем занятии мы мы поговорим опястье и запястье до новых встреч всего доброго